Раз-два-три, раз-два-три Нормально Ух ты, как ты скрипишь Приятно, походу придется не шевелиться Ой Привет, красотка! И неужели я снова снимаю видео из этой рубрики Мои фавориты лета? Последнее видео из этой рубрики выходило год назад, и это были фавориты весны Для тех, кто не в курсе, в подобных видео я делюсь с вами своими любимчиками из разных категорий Я вам предлагаю, конечно же, присоединяться с чаечком, и я, кстати, на студию всегда приношу свой пакетик травяного чая Это, кстати, одна из находок, но я ее не включила в сегодняшнее видео Фавориты уже начинаются. Это, короче говоря, травяной чай в пакетиках. Ну, мы все знаем, распространенный черный чай, да, чаще всего зеленый в пакетиках И когда речь идет о травяном, особенно когда это не вошло в привычку, и ты дома не часто завариваешь травяной чай, кажется то, что это так долго, там нужно насыпать траву ждать пять минут, пока все заварится потом это разливать, потом эту траву нужно чистить Короче говоря, пакетики удобнее Так вот, моя находка прошлого года, не совсем этого лета, это вот такие очень эстетично травяные пакетики В составе действительно только трава там крапива, мята, мелиса Кстати, я очень люблю таволгу Вот в этом сборе есть таволга. Давайте начнем с бьюти-части. На самом деле, в период пандемии, это начинается с марта и в период лета я красилась, наверное так мало, как никогда в своей жизни Ну нет, конечно, до того, как я вообще узнала, что такое косметика, я вообще не красилась Вы понимаете, да, наверное, когда ты сидишь дома, особо некуда выходить, как-то начинаешь меньше краситься И это круто, на самом деле. Я с кем не разговариваю, у всех так, то есть все начали минимально краситься и все начали на себя вообще как-то по-новому смотреть Так вот, по бьюти-части у меня не так много открытий из декоративки Это тушь номер один вообще сейчас в моей косметичке Вы видите, что я сняла нарощенные ресницы Кстати, может быть, вы даже этого не видите, потому что эффект точно такой же Она просто нарощенные ресницы в косметичке Эта тушь у нас называется Гипноз от Lancome Раз в семь, наверное, увеличивает объем и длину И самое, что классно, их можно наславить в любое время То есть, например, я даже сейчас пришла на студию Смотря на то, что я дома накрасилась, я еще сейчас прямо перед съемкой пару раз прошлась И это не создает комочек Комочек? Какой комочек? Комочек То есть остается вот этот эффект разделения Но, опять же, если вы не хотите такого объема, то она в один-два слоя ляжет как такой очень естественный образ Кстати, в формуле здесь есть еще витамин В5 То есть мы еще и ухаживаем за ресничками во время носки туши Знаете, хорошо создавать сценарий, потому что я о главном преимуществе даже не сказала Почему я вообще ее внесла в список любимчиков? Это первая тушь, которая к вечеру после нанесения с самого утра не осыпается и не уменьшает своего действия, своей эффективности У меня было так со всеми тушами Если честно, я думала, что это нормально То есть, что ты утром красишь и к вечеру у тебя вот здесь вот все осыпается Ты можешь кусочки туши собирать у себя по лицу И более того, весь эффект к вечеру уменьшается раза в два Здесь этого не происходит Следующий пункт из бьюти части, потому что это не продукт Это целый проект, можно сказать Это, конечно же, мои боксы, которые вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот старт продаж будет у них совсем скоро Почему я включила вообще мой бокс в видео фавориты? Да потому что действительно в этих боксах у меня, точнее, это не совсем боксы Открываю секретик В этих составах мои самые любимчики, мои фавориты И они все достойны места в этом видео Потому что видео про фавориты И в следующем видео, после этого видео, следующее видео с максимально подробным обзором каждого средства Потому что я хочу, чтобы вы понимали, что вы можете получить Не просто там мои фавориты, 20 штук, давайте берите Я хочу действительно рассказать подробно о каждом продукте О каких-то лайфхаках, связанных с ними Но сегодня я просто немножечко вас заинтригую Мы услышали ваши просьбы с прошлого запуска Потому что мы сделали три разных состава по трем разным ценам Вашему вниманию название составов Верь, мечтай, люби Как вам наша изобретательность? На самом деле я вообще до сих пор в шоке, как мы это умудряемся провернуть Весь этот проект дистанционно То есть все переговоры, все подтверждения, обсуждения с брендами А брендов там около 40, наверное, разных брендов А еще сколько было брендов под вопросом Сколько согласований, сколько уточнений И все это мы делаем онлайн Просто благодаря этому прибору, благодаря телефону Я создаю боксы с компанией Royal Samples Я отвечаю больше за творческую часть За, собственно, наполнение, что я там хочу видеть Слава богу, у меня дома не лежат эти тысячи коробок Я все это сама лично не собираю, потому что, мне кажется, я бы тогда ничем другим бы не занималась И самое приятненькое, что я для вас подготовила Это то, что в этом видео будет розыгрыш именно на один из боксов То есть прямо на весь состав Так что смотрите видео до конца, там будут условия Ну а я вам предлагаю перейти к следующей категории под названием еда Что касается этого лета, я очень много стала готовить дома Не то, чтобы я сейчас буду делиться какими-то продуктами, которые я где-то нашла и мне очень было вкусно Нет, таким я делюсь в основном в сториз Подписывайтесь в инстаграме, если вы еще не подписаны на меня Потому что это как-то быстро, оперативно Я решила в этом видео поделиться тремя своими любимыми именно блюдами То есть, что я готовила Завтрак, обед, ужин Так как у нас было максимально жаркое лето Очень часто я на завтрак делала смузи Но не просто смузи, когда ты туда кладешь фруктики и водичку или молоко Я старалась именно делать составы такие, чтобы они насыщали как хороший такой плотный завтрак Потому что за счет некоторых ингредиентов можно действительно увеличить питательность просто в разы Причем по калориям абсолютно нет Вот, например, мой любимый рецепт смузи на завтрак Это ягоды Я выбираю клубнику и черную смородину Я это все покупаю замороженным Во-первых, это дешевле Во-вторых, это хранится так долго, как ты хранишь Не нужно думать, что у тебя ягоды там пропадут в холодильнике Польза не теряется Более того, у некоторых продуктов за счет заморозки увеличивается их полезность, так скажем, в 5, в 10, а то и в 20 раз Например, красный болгарский перец Помимо ягод я добавляю 1 банан Далее идут мюсли Мюсли я сама не делаю Пока что мне достаточно дел в жизни, чтобы еще мюсли самой запекать Но я покупаю мюсли с самым простым составом Чтобы там не было сахара Чтобы там просто были овсяные хлопья Может быть, даже какие-то тоже ягоды, кусочки фруктов, орехи И дальше идут интересные пунктики Это семена конопли Семена конопли это, кстати, единственный растительный продукт В котором собраны все аминокислоты То есть вот почему, например, называют белок животного происхождения Например, яйцо Его считают полноценным белком Потому что там все незаменимые аминокислоты есть Но ничего страшного, если вы в течение дня, например, будете добирать аминокислоты из разных продуктов То есть, например, с утра вы съели кинуа Там у вас 5 каких-нибудь незаменимых аминокислот Потом вы съели фасоль, например И таким образом за весь день вы получили свой полный миникислотный профиль. Мнение о том, что белка на растительном питании нет, это миф. Просто-напросто нужно немножечко глубже узнать эту тему, понять, что как добирать в течение дня. Сначала это может показаться сложно, но как бы вы сами расставляете приоритет. Помимо семян конопли я добавляю семена льна. Семена льна это вообще чудо-чудо-чудо из чудес. Добавляю сейчас их везде вообще, где только можно. Но семена льна немного горьковатый привкус, поэтому в смузи добавить самое то. Потому что все остальное, сладкое, вкусное, скроет вот этот вот привкус, но пользу неимоверную вы получите. Единственный момент, с семенами льна нужно их мало того, что измельчить. Потому что просто так вот, как они продаются, семена льна, они у вас пройдут просто транзитом в вашем организме. То есть да, они улучшат пищеварение, но вся польза из вот этого зерна, из этого семечка, она организмом не усвоится. Поэтому семена нужно перемалывать. Я просто беру кофемолку и перемалываю там семена и замачивать. Но замачивать буквально на 3 минуты. То есть пока у вас как раз делается смузи или пока у вас варится каша, я быстро замачиваю семена. И потом добавляю эту кашу в блюдо. И я добавляю овсяное молоко. Я просто покупаю готовое овсяное молоко. Оно уходит у нас вообще за 3-4 дня, наверное. Это был наш завтрак. Несмотря на то, что я говорила долго и комментировала каждый пункт, делается он буквально за 5 минут. Это очень-очень вкусно и это питательно. Несмотря на то, что вроде смузи, это действительно насыщает. Насыщает на 3-3,5 часа спокойно. Любимый обед за это лето был бурый рис с тофу и овощами. Это прямо любовь. Я могла есть такое каждый день, но ради разнообразия все-таки не ела. Как только я узнала, что белый рис это по сути то же самое, что сахар. Ну, это, конечно, утрировано. Но в плане того, как себя ведет белый рис у нас в организме, это очень похоже на обычный белый сахар. Конечно, не будет вот такого высокого скачка сахара в крови. Но это по сути такие же простые углеводы и это очень быстро переваривается. И это минимум пользы, которую мы можем получить от риса. В то время как бурый рис имеет свою вот эту как раз-таки оболочку, которую не отшлифовали. И в ней все самые полезные минералы, все витамины, максимум пользы там сохранено. Более того, когда я попробовала бурый рис, мне он понравился даже больше. Потому что белый рис у меня всегда не получался. Он все время у меня склеивался. Нужно было добавлять дофига сливочного масла. И пока варится бурый рис, я обжариваю на сковородке смесь овощей. Я их покупаю изначально в заморозке. Какая-нибудь смесь типа болгарский перец, морковь, кабачок, помидор, кукуруза, горошек. Ну, то есть что-то такое. Вместе с овощами я обжариваю еще и тофу. И получается такое полноценное блюдо. Там есть и белки, и много клетчатки, и долгие углеводы. Идеально. Ну и мой любимый ужин. Это то, как сейчас модно называть боулы. На самом деле, я просто достаю все, что у меня есть в холодильнике. Я беру большую тарелку и выкладываю вот так вот кучками. Например, фасоль, авокадо. Режу огурец, перец, кукурузу, зелень. Всегда дома какая-нибудь зелень есть. Либо это рукола, либо петрушка, либо шпинат. В общем, я прям куском вот таким вот кладу. И ко всему этому можно сделать вкусный соус. Интересно, кто-нибудь из вас уже проголодался? Слушая мои разговоры о еде. А мы переходим с вами к фильмам. И это вообще очень скудный список. Я посмотрела за это лето ровно три фильма. И все они попали в топ. Топ. Мой топ. А вообще, кстати, у меня такой принцип есть. Если я смотрю фильм, я понимаю, что там, посмотрев 20-30 минут, мне он не нравится. И я ничего ни полезного, ни интересного отсюда не вынесу. То есть, это будет просто как очередной шум, хлам в моей голове. То я его прекращаю смотреть. То же самое я делаю с книгами. И мне кажется, это настолько честно по отношению к себе. Потому что у нас есть такой момент, особенно, когда мы за что-то заплатили. А сейчас фильмы вообще мало где бесплатно есть. Вы либо по подписке их смотрите, либо покупаете каждый раз. Или с книгой, например. Книгу ты вообще сходил в магазин, выбрал, купил за свои денежки. Пришел домой, начал читать. И вот если я понимаю, что мне не заходит. То есть, прям, не знаю, принципы какие-то, которые в моей голове сейчас не откликаются. Я ее не читаю дальше. Так вот, с этими фильмами произошло не так. Фильмы абсолютно из разных категорий. Первый это мультфильм. Такой добрый семейный мультфильм, который подходит и для взрослых на самом деле. Называется он Тайна Коко. Очень добрый, с глубоким смыслом. Пересматривать можно 2, и 3, и 4 раза. И с юморком, и где-то даже можно прослезиться. Второй фильм абсолютно другой жанр. Абсолютно другая история. Фильм, основанный на реальных событиях. Называется он Дело храбрых. И название само за себя, на самом деле, говорит. Фильм про пожарников. И сюжет интересный, и снят очень здорово. Я не знаю, если честно, как говорить о фильме, чтобы не спойлерить, но при этом, чтобы дать понять, что фильм прикольный. И третий фильм. На самом деле, из этих трех, это, наверное, на последнем месте он будет стоять. Но, тем не менее, мне понравился. Одного раза достаточно посмотреть его. Переводчики называется. Фильм с неожиданным концом. Можно сказать, что это детектив, вроде бы даже. Хотя я не очень люблю такие жанры, когда там кто-то кого-то что-то убивает. Но здесь это минимально, на самом деле. Здесь больше за смысл, за сюжет. Ты постоянно в неком таком интересном, интригующем моменте находишься. Что же будет дальше, чем закончится. Кто здесь виноват, кто прав. Ну, в общем, мне понравилось. А, еще, представляете, прямо сейчас мне пришел в голову фильм. Но я не помню, я, может быть, его смотрела весной. Но, в любом случае, это фавориты. Фильм называется «Стажер». Кстати, насчет фильмов и насчет сериалов, и насчет любых видео, любого информационного шума, можно так сказать, который входит в нам и к вам в голову. Я буквально недавно, ну, может быть, год назад задумалась о том, что все это, вот все, что мы смотрим, оно напрямую вообще влияет на наше мировоззрение, на наши мироощущения. Мы даже можем не задумываться, насколько это важно. Потому что к нам какие-то паттерны из фильмов, из сериалов, из того, что мы увидели, ложатся в наше сознание или даже в подсознание. И мы считаем это вот как норма. В этом плане очень важно следить все-таки за тем, что тебе попадает в голову. Особо так не задумываешься. А, я всего лишь там какую-то комедию американскую посмотрела. А если подумать, там по смыслу. Люди, например, полюбили друг друга, в первый же день, например, переспали. Потом, короче, начались в жизни какие-то сложности. Один пошел бухать в бар, потому что так нужно облегчить свою боль. Девушка в этот момент вся в эмоциях пошла к другому парню. Он ее успокоил, и в итоге она ему изменила. Я не знаю, какой-нибудь такой сюжет. Вроде это всего лишь сюжет. Но от того, что мы это посмотрели, от того, что нам это все равно отлегло в наше сознание, для нас это как вот легла модель поведения. То есть в следующий раз, например, когда у нас в жизни произойдет какое-то горе, мы там расстанемся тоже с парнем, или у нас начнутся какие-то сложности, и мы не знаем, что дальше делать. Мы будем делать так, как мы когда-то где-то увидели, как кто-то нам когда-то сказал. И вот если мы постоянно в фильмах видели, что, например, люди идут в бар бухать, потому что нужно облегчить свои страдания, и это действительно им помогает, то, наверное, именно это нам придет в голову, когда нам будет плохо и печально. Поэтому во всем должна быть такая тщательная гигиена, я бы сказала. В подписках на YouTube, в подписках в Instagram, потому что это все, что ты видишь каждый день, это все влияет на тебя. Не хочу занудствовать. Конечно, можно смотреть фильмы просто, чтобы расслабиться, но есть же замечательные фильмы с хорошим смыслом, которые тоже будут с интересным сюжетом, которые тоже будут интриговать, но там будет какая-то интересная мысль, интересная мораль, и самое главное, она будет тебе не во вред. И следующая категория у нас – спорт. Здесь у нас прямо интересные изменения, точнее, у меня, в моей жизни. Я плотненько так начала заниматься йогой, и я прям безумно этому рада, потому что за последние несколько лет у меня были такие, знаете, неглубокие погружения в йогу буквально на несколько дней, потом я такая, оп, на месяц забросила, потом опять попробовала, опять забросила. А этим летом я прямо задавалась целью, чтобы постоянно практиковать йогу. Больше всего мне нравится начинать день с практики сурья намаскар, она называется. Это приветствие солнцу. По сути, это комплекс и статических, и динамических упражнений, которые тебя и растягивают, и подтягивают, держат тело в тонусе. Но если вы сравниваете практики йоги просто с стретчингом, например, или с растяжкой, или просто с зарядкой, то тут есть такая важная разница. Во время практики йоги ты как будто погружаешься в себя и соединяешься с самим собой намного глубже. И это, конечно, приходит не с первого раза. Первый раз ты, наверное, когда встанешь в позу, ты подумаешь, и что дальше делать? Но чем больше ты практикуешь, тем больше ты начинаешь слушать свое тело, понимать, что ему хочется, как ему хочется. Меньше какой-то неловкости, и ты понимаешь, короче говоря, в чем суть. Из интересного еще я попробовала вейксерф. Однажды я вам уже, по-моему, рассказала. Это безумно крутая штука, я обязательно хочу попробовать еще раз. Впереди тебя едет катер. От катера исходят волны. И ты, стоя на доске, точнее, ты сначала вообще в воде находишься, ты должен еще встать из этой воды, что не очень-то просто, я вам скажу. И держась за веревку, ты как бы начинаешь серфить на волнах. Точнее, изначально твоя задача просто ехать по волнам и держаться за эту веревку. Но суть и смысл вообще этого вида спорта, можно так сказать, вейксерфа, в том, чтобы ты отпустил веревку и начал именно серфить. То есть катер отдельно, веревки между вами нет, и ты на доске пытаешься серфить на волнах. У меня получилось буквально секунд 8-10, наверное. То есть для меня было уже достижение выйти из воды и встать, держась за веревку. Очень драйвовое ощущение. И еще из интересненького в этой категории, что наконец-то бег стал частью меня. То есть это, знаете, когда ты приобретаешь какую-то привычку, сначала вы как будто на дистанции находитесь. И ты пытаешься такой, ну ты будешь входить в мою жизнь или не будешь входить в мою жизнь? Выходишь из зоны комфорта каждый раз. Каждый раз тебе нужно напрягать свою силу воли. И потом в какой-то момент вот ваше расстояние с этой привычкой все меньше, 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 и оп, вы стали единым целым. И это настолько же для тебя становится просто, как почистить зубы. Ну не то, что просто, а нормальным. Тебе не нужно тратить твою силу воли, а сила воли это, можно сказать, как мышца. Ее можно развить. Она тратится в течение дня. Вот почему, например, все срывы чаще всего на сладенькое, на что-нибудь еще к вечеру. Потому что у нас есть как будто запас силы воли на весь день. Так вот, когда привычка стала настолько частью тебя, что тебе не нужно тратить особо свои силы воли, чтобы делать это, вот это круто. И более того, мне так понравилась идея Дениса. Он к этому пришел, наверное, еще год назад. Что когда у тебя какое-то апатическое... Или апатичное? Правильно, не знаю. Короче, ты в какой-то апатии. Тебе ничего не хочется делать. И в этот момент, вместо того, чтобы прокрастинировать в телефоне, вместо того, чтобы начинать копаться в себе, уйти в какой-нибудь сериальчик, я просто иду бегать. То есть я поставила себе это как равно. Если у меня такое состояние, я иду бегать. И это действительно помогает. Это помогает намного лучше, чем любые залипаловые в телефоне или где-нибудь еще. Потому что, во-первых, ты делаешь что-то полезное для себя. Ты уже немножко с собой гордишься. То, что ты там пересилил себя, что ты пошел бегать. Ну, а во-вторых, чисто на гормональном уровне у тебя вырабатываются эндорфины. Потому что любое движение, любое активное движение приводит к выработке эндорфинов. У тебя повышается от этого настроение. И получается так, что у тебя не было энергии. Ты пересилил себя и пошел бегать, например. Ну, или можно бег заменить на любое занятие спортом. Желательно что-то активное. И в итоге у тебя прибавилось энергии в два раза больше. А не наоборот, как все думают, что нужна энергия для того, чтобы ты начал заниматься спортом или начал бегать. Чтобы вы понимали, с бегом я раньше была даже не на вы. Я прям не понимала зачем. То есть в чем смысл? Ладно, когда ты делаешь растяжку. Рано или поздно ты сядешь на шпагат. Вот у тебя будет достижение. Ладно, когда ты качаешь пресс, у тебя в итоге вот тоже будет результат. Но бег. В чем его смысл? И вот я, видимо, поняла. Следующая категория, девочки, музыка. И это, наверное, единственная часть, единственная категория, в которой вы ничего обо мне не знаете. Вот я только что это поняла, что я ни разу не рассказывала даже о своих предпочтениях музыки, что я слушаю. Но на самом деле у меня достаточно странные предпочтения. Точнее, они очень разные, немножко не соответствуют друг другу. Например, мне нравится Меладзе. Я была уже дважды на концерте Меладзе. Чтобы вы понимали, больше ни на один концерт я не ходила. В это же время мне очень нравится Eminem и рэп именно американский. Очень мне нравится Yellow Wolf. Но самое главное здесь не понимать смысла. Потому что, если я разберу его текст и пойму, что там какая-то дичь, мне сразу же не захочется почему-то слушать. Но из особенностей про меня я люблю выжимать из песни все. То есть, например, если мне понравилась какая-то песня, я буду ее слушать до дыр. Я буду под нее бегать на повторе. Там, знаете, я 40 минут бегаю, она длится 3 минуты. Она у меня будет играть везде на фоне. Я буду ее вставлять там в сторис. Но потом у меня будет к ней в какой-то момент очень сильное отторжение. Я прям не смогу ее слушать долгое очень время. Следующая категория книги. И, девочки, вы бы видели, что происходит сейчас вот в этом месте. Просто библиотека. И на самом деле две книги отсюда это... Посмотрите, что я сделала. Я взяла две книги китайского исследования. Хотя вместо вот этой должна была быть здесь книга Майкла Грегера. Не сдохни называется. А это, это просто разные издания. Короче говоря, представьте, что здесь есть сейчас книга Майкла Грегера. Не сдохни. И вот эти две книги, на самом деле, я прочитала не летом. Но именно они произвели большое впечатление на меня в теме питания. Это глобальнейшее исследование в теме питания. И связи питания и здоровья. Считается она не очень быстро. Потому что здесь много графиков. Много статистики. Много осознаний. Много интересного. Но в то же время достаточно серьезного. И такого научного даже. Поэтому я подходила к ней. Потом немножко отходила. Потом опять подходила. В общем, это не литература, когда ты читаешь. Такое, страница за страницей. Как легко, как хорошо. Не совсем. Но еще больше, наверное, я советую Майкла Грегера. Не сдохни. Хотя они в комплексе как бы будут хорошо. Из книг по саморазвитию. У меня, по-моему, здесь четыре книги. Тремь навыков высокоэффективных людей. Стивена Кови. Ну, мне кажется, мало кто о ней вообще не слышал. Это международный бестселлер номер один. Одной фразой Билла Клинтона. Это настольная книга для каждого, кто стремится к успеху. Конечно, не так легко этими навыками овладеть. Кстати говоря, выпущена она была вообще в 89-м году. То есть самое первое издание было в 89-м году. Но приобрести я рекомендую самое последнее издание, которое там уже дополнено. Короче говоря, must read. Ну, вот это, например, не то, что must read, но это безумно интересно. Особенно если вы увлекаетесь психологией личности. О том, как вообще устроен наш мозг. Точнее, даже наше подсознание. Как мы принимаем решение. И о том, что мы вообще не принимаем решение. Что все за нас делает наше подсознание. И как на нас влияют те или иные вещи, которые мы, может быть, не берем вооружение. Но на самом деле на нас влияют. Даже сама книга, смотрите, она какая. Скрытое влияние. Это читают все. Кстати, что это вот за такие пометочки, за стикеры? Я тоже хотела с вами поделиться моим методом эффективного чтения. Это была версия 1.0. Сейчас у меня уже другая версия, но эта версия тоже классная. Это самые лучшие стикеры, которые есть в нашей жизни. Громкое заявление, да? Я вам объясню, почему. Потому что это самое удобное изобретение. Смотрите, вот торчит один листик. Ты его берешь, отрываешь очень легко. И смотрите, что мы имеем. Прозрачную часть и окрашенную часть. Это значит, что когда мы захотим сделать пометку в нашей книге, обычно стикеры эти чисто, например, красные или чисто оранжевые. И когда ты клеишь вот так вот, то вот это все оранжевое или вот это все красное, оно закрывает буквы. А смотрите, что мы имеем сейчас. Буквы не окрасились, а закладочка красненькая у нас есть. То есть вот это гениальное общее изобретение сделать полупрозрачный стикер. А теперь вашему вниманию самый удобный и классный текстовый делитель, который без колпачка. И просто вот таким нажатием выдвигается сам маркер. Он открывается и точно так же закрывается. То есть на всех этих пометках их можно сделать разными цветами для разных категорий. Например, только желтым обозначать цитаты, которые интересны. Или там какие-то притчи, истории. Только красным обозначать какие-то инсайты. Прям, например, что тебя поразило и нужно обязательно обдумать еще. И ты такой открываешь, видишь здесь выделена вот эта фраза. И это очень удобно потом пройтись, пробежаться вот так вот буквально по книге. И вспомнить, о чем там была речь. Но раз уж пошла такая пьянка, Я поделюсь с вами версией 2.0, как я сейчас читаю книги на примере вот этой книги. Это Робин Шарма, Клуб 5 часов утра. Очень рекомендую. Видите, здесь уже никаких заметочек, закладочек нету. Все потому, что я читала по новому методу, который я придумала сама. Я использую для этого планшет, но вы можете использовать для этого какой-нибудь ежедневник, который вы специально заведете для чтения книг. Использую я приложение Notability. Открываю. У меня здесь есть пункт саморазвития, книги. И вот, пожалуйста, на примере клуба 5 часов утра, как я читала эту книгу. Какая-то фраза, какая-то цитата, которая тебе запала в голову, ты хочешь ее здесь прямо сфотографировать, да, и прямо прикрепить. Пожалуйста, в один клик ты это делаешь. В случае с дневником, например, вы просто это должны будете переписать. И, кстати, важный для меня момент, это именно писать. Я вообще до появления планшета, например, не понимала все вот эти электронные записи, потому что мне важно было писать от руки. Просто так печатать, например, я не могу. Я не чувствую, что я имею связь с тем, что я печатаю, понимаете? Но вот в этом блокноте мне удобно с помощью пенсила именно писать. То есть я, видите, пишу от руки, у меня здесь мой почерк. И это действительно доказано, что когда ты пишешь, участвует намного больше зон мозга, и ты лучше запоминаешь и усваиваешь эту информацию. Вот эту книгу я слушаю сейчас, то есть физически я ее не читаю, я ее слушаю. Она такая прямая, жесткая, грубоватая даже. Это Андрей Курпатов, русский наш автор. Называется «Красная таблетка». Посмотри правде в глаза. Автор говорит, что все мы едим каждый день синюю таблетку, живем в наших иллюзиях, что мир таков, каким мы его видим. И съев красную таблетку, которую предлагает автор, мы узнаем о том, как на самом деле устроен мир. О том, что все за нас предпринимает наш мозг, почему, как это происходит, как на это повлиять. Ой, я что-то немножечко устала разговаривать. Ну что, красотки, переходим к конкурсу. И вам нужно подписаться на мой инстаграм, подписаться на мой ютуб канал и написать в комментариях под этим видео о ваших фаворитах. Не обязательно так много и обо всем, просто, может быть, какие-то самые явные любимчики, то, чем вы начали заниматься, то, что вы вкусное попробовали, какую книгу прочитали. Ну, в общем, что-то самое интересное за это лето. Это, кстати, я же забыла рассказать. Один из самых интересных таких моментов это то, что я впервые поставила цели на сезон. Обычно я делаю это раз в год. А тут я мало того, что составила эти цели, так я еще и поделилась с вами ими в инстаграм. И это прямо очень заряжает, это очень подталкивает. И важно, конечно, их постоянно просматривать каждый день и понимать, что ты сейчас делаешь в направлении каждой цели. Я подобное делала, кстати, в школе, только я это называла не целями, а просто так. Что мы будем делать там с подругой за это лето? Чтобы его благополучно не потерять. Чтобы просто бессмысленно не провести лето и потом с оглядкой назад подумать, что вообще я делал 3 эти месяца. Мы писали себе список, то, что мы хотим сделать. Сколько раз переночевать друг у друга, какой-нибудь там приготовить торт вместе, устроить фотосессию, например, съездить на какой-нибудь карьер или на какую-нибудь речку местную. Ну, короче говоря, мы уже тогда познали, что это работает и что это очень тебя заряжает и подталкивает к действию. Потому что просто так вот каждый день к тебе не приходит идея. Давайте мы сегодня вот этим займемся. Чаще всего наш сегодняшний день похож на предыдущий день. И если ты сам себе не создаешь какие-то цели, какие-то планы, то ничего не произойдет и никто из-за тебя не составит. Поэтому да, мне очень понравилось. Я обязательно составлю такие же на осень. Не знаю, поделюсь ли ими, но составлю для себя точно. И скоро, кстати, подведу итог своих целей. Ну и самое главное, если вам понравилось это видео, вы хотите, чтобы эта рубрика все-таки жила и я периодически снимала подобные фавориты, то обязательно дайте мне знать об этом. Я вас очень сильно люблю. И улыбайтесь, тяси, красотки!